Так, приветствую всех зрителей моего канала. В этом видео давайте немножко повозмущаемся по поводу происходящего. Возмущаться будем на нескольких уровнях. Начнем с самого банального, не с сюжета, а с того, что для привлечения аудитории сейчас лучи будут нагло использовать все наработки остальных мобилок, в частности, нашей любимой Астерии. А в Астерии, как вы знаете, у нас своя канона, которая тоже канона AirHard. И вот я вам не отвечу. Это надо Эвант поднимать, читать в деталях, и то не факт, что поймем. Дисендер это или гостья? Я не знаю. Она была здесь, да, вместе с Черрией. Нексус Черрией тащит эти данные. То есть, здесь не просто переработка дизайнов, она и так идет. Но просто люди, которые об этом не знают, они, видимо, думают, что... Лучи такая гениальная штука, всех красиво одевают. Сейчас там хорошо, если вот утир, оригинальный дизайн. Не видела я утир раньше свадебного платья. Вот. То есть, дальше. На поводу всей вот этой романтики здесь. На вот этом концепте другие, но те же самые. Можно очень сильно погореть. Когда персонаж только выглядит так же. И у нас уже такие случаи есть, а если быть более точными, у нас весь астерийский мир такой. Даже просто отдельно взятый, без связки с линком. То есть, как это работает? Да, безусловно, если вы потерялись, найдете Юрия и, наверное, рядом найдете Эстель. Но как это все идет дальше в деталях, особенно вот по части личного, это касается шиперов и всех этих шиперских ожиданий в первую очередь, здесь бабушка Натрая сказала. А почему? Потому что обстоятельства во всех мирах совершенно разные. Могут быть. То есть, кто читал Астерию, найдите мне хоть одну причину, по которой, если не знать ничего про Весперию, можно заподозрить, что его вообще когда-то интересовала виндорская принцесса. Хоть как-то. Там ничего нет, там пусто. Это все идет в другой мобилке. С другим персонажем. Поэтому нет. Здесь у нас облом полный. К счастью для меня лично. И как канал, который объясняет лор другим, вот эти вещи сканонно были напряжены, и когда их было просто три, но теперь их больше. И формула умножения их по мирам мне сейчас непонятна. Думаю, что гостей здесь делать нечего. Скорее всего, это наша Дисендер бывшая, которую сейчас Дюк пасет. Объяснять сейчас будут самому вообще брутальнейшим образом тему с розовыми волосами эльфийской крови. Но еще раз. Я вот сколько не пытаюсь, я не могу правильно сюда вставить терку. То есть мир, да, есть такой, реальный, взаимодействовал с Землей, все такое. Другая планета, да, однозначно. Но 9 лет – это большой срок для мобильной игры подавно. 9 лет читали мы совсем другое. И все взаимодействия с теркой, которые не в рамках игры висперии, а в рамках разных коллабов и так далее, они такие, очень обтекаемые. То есть эту игру вообще нельзя принимать за чистую монету по части лора. А книги, ну, там вообще жесть, и Астерия выдала свою версию. Версия, на самом деле, достаточно интересная. Потому что вот я так подумала, если объективно подходить к вопросу, кроме того, что субъективно, я категорически против всех этих юстелей, тем более и Астерии, посмотрите сами ситуацию, как у нас шел сюжет. Это королевство, где Юрий был рыцарем. Оно агрессор по отношению ко всем остальным. И там завязка идет, само вот это ядро, это лор Грейсас, то есть там Ричард, король. И поехавшие, хоть и по другим причинам. То есть это было королевство агрессор. Эльку заказала спереть пострадавшая сторона. Националист Селюаранта. Как бы любимая часть этого всего детища у самого автора, вот вам, пожалуйста, что Арчи, что Марта. Все оттуда. то есть королевство, на которое работал Юрия, и где Эстель, принцесса, сожгла деревню к лесу дотла. И много что еще там. То есть они там не жили, как в раю. Там бы шла война. Пока Лазарес не надоел, и она все не переделала, на свой лад. Здесь проблема в том, что, да, они не могут успокоиться, они воюют постоянно, все со всеми, под самыми разными предлогами, по самым разным причинам. И здесь ситуация такая, что просто в мирах, которые развернуты на дереве, это делать нельзя. Мир не выдерживает. И ничего, что расходует ману, использовать нельзя. Будь то бластья, будь то какая-то очень сильная магия и так далее. То есть я, например, не понимаю, может быть, Аликспи мне объяснит, в чем разница, если ты используешь бластью, или если ты пользуешься напрямую магией, как это делают полуэльфы вроде Арчи. Дальше, что еще здесь очень напряжно? Мы не знаем деталей про многих персонажей. То есть как бы мы знаем, из материнской серии, которая сейчас подтверждается фактами в лучах. То есть мы знаем, что Арчи полуэльф, но так ли это в астерии, мы не знаем. То же самое касается многих других, и я говорю, здесь разница идет очень большая, потому что человеческая инкарнация или Десендер в случае бесканонно. Это очень большая разница. Не согласна, она сама в своей темной форме популярно может объяснить эту разницу. когда ты человек, который живет в мире или когда тебе власть дана по своему усмотрению, что хочешь переделать, как Лазарес может это делать. Поэтому, да, ситуация сейчас очень сложная. Если раньше у нас были хотя бы здоровые ожидания, вот мы видим персонажа, мы примерно знаем, что от него ждать. Астерия эту цепочку разбила. Канонно, как Десендер в принципе тоже ведет себя как ожидаемо, если бы это была реально девчонка из Гранида, но надо понимать, что это совершенно другой персонаж. А лучи сейчас эксплуатируют обе части, обе стороны вопроса. линк это не название мира, это название мобилки. Он как-то привязан сюда. С этим будем еще разбираться. Но черрия, да, черрия наша, весь дизайн пошел в лучи. Злит неимоверно. С другой стороны, а что им изобретать велосипед? начнутся те же самые вопросы, а почему? Хотя здесь тоже сейчас главное понять правила умножения этих канонов по мирам. Поймем это будет уже очень много что проще. тут бытует очень неправильное мнение насчет того, что раз родились на Аселии, значит люди, вот в том понимании, как мы с вами люди земли, да, ну, конечно, да. Напоминаю, что Харлан пересадил туда свое дерево, нет там людей. Там боги и их потомки, чем дальше от Аселия, тем более в совершенно нечеловеческую общественную организацию. В этом вся фишка. Поэтому из-за Весперии и одной только Весперии пока все это бросать смысла нету. Говорить, что от кого ждать, я могу тоже только в рамках мира. То есть, я могу сказать вам мнение по вопросу нашего Юрия, который работал на Виндор и свалил. А тот второй, он вообще партизанят. Про него мало что известно. Но слухи ходят, слухи ходят, да, что в Урии может появиться король. Но это там, далеко, не здесь. и вот эти вот каноны, они вообще убивают, конечно, на повал. Невозможно сказать. Никаких намеков нет, никаких подсказок нет. Вот игра закрылась, сюжет вы не получите, и вы не узнаете, кого здесь рисовали. Из-за этого очень много артов сказанских после того, как мобилки закрывались, были интерпретированы фан-базой неправильно. На основе этого были построены неправильные ожидания. спасибо за внимание. Будут еще видео в таком стиле на эту тему, потому что да, меня это беспокоит, и мне хочется поговорить об этом. революцию, на фан-базой.